Дружба Брестского государственного университета имени Пушкина и Смоленского государственного университета явилась хорошим поводом, чтобы развивать связи не только в научной сфере, но и в вопросах, касающихся патриотического воспитания молодежи. А сегодня это как нельзя кстати. Впереди у стран постсоветского пространства знаковая дата – юбилей Великой Победы. И напомнить о том, что пережили наши деды и прадеды, ради того, чтобы современное поколение жило под чистым и светлым небом, точно не будет лишним. Мы имеем свою историю, общую историю, великую историю. Эта история во многие годы и века была трагической историей, но она такая, какая она была. И наша задача – сохранить память о наших великих предках. Музыкально-хореографическая постановка была разделена на несколько этапов. Доминантой спектакля стала часть, повесвующая о Великой Отечественной войне, ее героях и уроках. Однако авторы театральной работы решили не останавливаться на одном историческом эпизоде. В цикл вошли также и печальные страницы, такие как трагедия в Беслане и теракт Норд-Ост. У нас в университете, и мне это приятно говорить, как сотруднику отдела внеучебной работы, очень много талантливых людей. И среди них и лауреаты премии президента, среди них и, между прочим, лауреаты Первого международного славянского форума, который в прошлом году первый раз прошел в городе Витебск. И все вот эти люди, они просто собрались для общей цели, чтобы собрать такой вот спектакль-акцию. Впереди у двух вузов много совместных проектов, среди которых и патриотические акции, приуроченные к юбилею Победы. Спектакль еще не был завершен, а представители Смоленского государственного университета уже заговорили о том, чтобы в следующем году посетить Брест и встретить один из главных совместных праздников 9 мая в стенах цитадели. Продолжение следует...